Вы же понимаете, что Путин – это КГБшная мразь. Сейчас Россия стянет войска и пойдет на Украину войной. Байден звонит Путину и говорит, что Трамп – это исчадие ада, ООН, Киселев, многие. Давай договариваться о СНВ. Мы вошли обратно в этот договор. То, что Путину сохранило миллиарды долларов. Face them up table. Как он сделал с НАТО. Здравствуйте, это Политека. Я Инга Мизеря. Со мной Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Гарри, здравствуйте. Здравствуйте, Инга. Мы на этой неделе обсуждали, что слуги народа уже хотят валить из страны. Потому что именно так написала Анна Колесник, депутат, когда послушала доклад главнокомандующего ВСУ Хамчака. Скажите, пожалуйста, вот те, кто хотели доклад этот послушали, там, около 12 минут вместе с картинками и графиками, общее ощущение, что действительно стягивает Российской Федерации войска. Вы как эксперт, как считаете, действительно, как пишет депутат, уже пора валить? Ну, я не эксперт, я просто человек, который имеет кое-какой опыт в этом. Знаете, когда политики такие вещи говорят, они часто говорят глупости, или часто они говорят как бы метафорами, надо валить, не значит, что они будут валить. Нет, ну, извините, она, конечно, написала, что она имела в виду на майские праздники, но посыл люди восприняли по-другому, поэтому мы про посыл. Да, это они потом, они все время гребут обратно, это не то, что я имел в виду, или это вы не так поняли. Люди, а говорится, понятно, ну, потому что политики говорят, не знаю вообще, зачем их слушать или верить, что-то они сегодня говорят одно, завтра они говорят другое, потом третье. Кто хочет, тот уже свалил, и кто хочет свалить, все равно свалят, или уедут, и потом вернутся, это ничего не значит. Я уверен, что многие из политиков тоже уже уехали, которые были депутатами здесь, и уехали, живут за границей, или их семьи, и потом возвращаются, по-разному каждый реагирует. Но, да, войска стягиваются, а то, что ваш министр обороны сказал, он сказал все верно, потому что это его работа, это работа его и генштаба планировать разные сценарии, и это один из таких правоподобных сценарий, к которому он и его войска должны быть готовы, к самому худшему сценарию. То есть, сейчас Россия стянет войска и пойдет на Украину войной. Он должен быть готов к этому, и он объявляет об этом. Обещали адекватный, да, обещали адекватный ответ, что... Ну, адекватных ответов в таких ситуациях никогда не было, да. Вот, что силы есть, да, но вот вопрос на самом деле, как это может быть? Это может быть по-разному, это может быть по-разному, я могу 60 сейчас сценарий вам рассказать, но дело все в том, и сейчас опять мне начнут сказать, что я топлю за Трампа, или... Понимаете, я не топлю за Трампа, я говорю факты и привожу примеры, а то, что мне в ответ начинают говорить, да он дурак, да он то, да он все, а вот Байден приличный человек, это эмоции, это чувства. Тут никаких чувств, тут ничего личного нету. Но при Трампе этого не было. И кто-то говорит, ну при чем тут Россия и Украина, да при всем. Весь мир, ну и пока что, зависит очень много, кто в Америке президент, и какие решения он принимает. То есть вы имеете в виду, что при Байдене может начаться настолько серьезная эскалация, что часть Украины, еще какая-то часть Украины может быть захвачена Россией? Байдене у вас отняли и напали на вас, это при нем, он отвечал за Украину, поэтому это факт, да. Как вице-президент вы имеете в виду? Ну он отвечал за Украину, Украина была его детищем, он был ведущим по Украине, по вопросам Украины. Это он позвонил Турчинову и сказал не стрелять, не оборонять, сдать Крым. Это он это сделал. Но при Трампе этого не было, не было стягивания войск, было довольно-таки тихо у вас в Донецке. И как только пришел Байден, сразу у вас пошла эскаляция в Донецке и в Луганске, стали приходить убитые солдаты, лучшие из лучших, и он начал стягивать войска. Это все он тестирует, он тестирует не Украину, он тестирует администрацию Байдена, даже не Байдена. И когда люди говорят, что я военный человек, как вы говорите, я не верю в такие случайности. Я не верю в то, что Байден звонит Путину и говорит, я тебе там... И в то же время у вас пошла эскаляция здесь, в АТО. Я не верю в то совпадение, что Байден соглашается, когда его журналюга подставляет с вопросом, считает ли он Путина убийцей. А что, какой ответ вы хотели на это? И что ничего не случилось. К американским берегам он войска стянуть не может, а вот к украинским может. То есть вы имеете в виду, что это ответ Путина на Путин убийца? Я говорю, что это один... Да, это как... То, что стягивается войска? Он же как-то ответить должен за это. Или Путин же... Вы же понимаете, что Путин это КГБшная мразь. Он просто так это не отпустит. Он должен ответить. Он ответит, он ночами не спит. Думает, как от этого... А как? На Америку он напасть не может. Достать до Америки он не может. А вот до Украины он может. И у вас сразу же пошли 4 трупа пришло. Снайпером снятый. И подтягивает войска. Он проверяет, прощупывает. Точно так же, как и с Грузией. Он прощупывал Обаму с Грузии. Когда уже Буш был хромая утка, он напал на Грузию. И... Обама присылает Клинтон с красной кнопкой. Ах, раз так, значит, можно уже и брать Украину. Все. Договорились. Но при Трампе этого не было. При Трампе довольно-таки жестко он обращался. Но здесь ваша элита, ваши политики, дипломаты. И вы, журналисты, будете все равно долдонить одно и то же. Что Байден это хорошо, а Путин это плохо. А Путин сразу увидел. При Трампе у вас было 302 миллиона долларов помощь военная. При Обама... Байден сейчас скосил за 120 чем. Больше, чем в два раза. А вы все равно говорите, что нет, вот он молодец. Зачем вы это делаете? Зачем ваша вся элита? Зачем вы все журналисты все равно долдоните? Ну, журналисты задают вопросы, а не отвечают на них основного. Нет, нет, это ничего подобного. Потому что вас слушают. И вы в основном приглашаете людей, которые говорят одно и то же. Все ваши журналисты... Не надо. Вот возьмем даже Муджабеева, который возглавляет... Муджабаева. Муджабаева. Который возглавляет татарский канал. Крымский. Крымно-татарский канал. Он уже угрожает в своем видео. Говорит, все те, кто говорили неправду про Байдена, и все те, которые трамписты были, сейчас вам будет. Сейчас ФБР будет, ЦРУ будет, СБУ сейчас вас всех загребут. Это же вы... Ну, это, знаете, это особый человек, который, в принципе, все, кто голосовал за Зеленского, их тоже предлагал сделать с ними очень плохие вещи. Подождите, но никто еще, ни один журналист не сказал ему, ты нормальный человек, ты чем пугаешь сталинскими временами. Никто еще не протестовал против этого. Его канал продолжает существовать. Он, за кого вот он гнул эту всю линию? За Байдена. Это... И говорит, что он патриот Украины. И таких много. И уважаемый Гордон, и другие журналисты. Киселев, я их всех могу, Каспаров, все, вся элита все равно гонит одно и то же. Три человека, которые были, как бы, говорили фактами и приводили. Это я, но я никто, допустим, да? Я маленькая там рыбка. Но Андрей Иларионов это говорил. И он пострадал, его выгнали с работы за это. Из института, который защищает право... Да, в Соединенных Штатах Америки, да. А Андрей Тележенко, которого Соединенные Штаты пригласили, чтобы он выступил в Конгрессе. Он сказал правду, его санкционировали. Сейчас парень без работы, без всего сидит. Ваш украинский гражданин, украинский дипломат. И так, и Боровой. Это уважаемые люди. Боровой тоже, на него тоже сыплется, на меня сыплется. Почему? И мы говорим фактами, а все равно. И теперь вы сидите и говорите, а как же он только войска сюда сводит, к Украине? Это же опасно. А извините, конечно опасно. Но это вопрос не ко мне, это к вашим политикам и к вашим журналюгам. Ну давайте, Гарри, ну это вопрос... Зачем они это сделали? Вы сами на себя накликиваете это. Гражданам Соединенных Штатов Америки, которые все-таки выбрали именно Байдена президента. Я думаю, нам, конечно, приятно думать, что Украина это влиятельная страна, но не настолько. А я не считаю, что его выбрали. Видите, вы говорите, его выбрали. А я не считаю, что его выбрали. Я считаю, что он украл эти выборы. И я бы хотел, чтобы было расследование. То есть такое же расследование, как шло против Трампа. Но его нету. Я бы хотел, чтобы он, как человек, который призывает Байден к борьбе с коррупцией, звонил бы так же, как и Трамп позвонил президенту Зеленскому и сказал, давай расследуй коррупцию себя. Вот мой сын чем тут занимался? На себе пример покажи. Ты же лидер. А лидер должен на себе пример показывать. Давай, разберемся, чем тут мой сын занимался в Украине. Ничего этого не происходит. Был бы повод как раз у Байдена позвонить Зеленскому, потому что мы все думаем, когда же этот звонок состоится. Да, и он не звонит. Ну, может быть, он не звонит, потому что там другие есть причины. Но дело все в том, что к этому не призывает. Ваши журналисты к этому не призывают. Они продолжают говорить, что Байден сейчас покажет Кузькину. Ну, вот, Байден сказал. Какое счастье. Байден сказал, ну, или подтвердил, что Путин убийца. А то, что вы за это платите кровью своих лучших из лучших, об этом они не говорят. Это как бы никакого отношения не имеет. И продолжают говорить, что Байден хорош для Украины. Не говорят. Приятно, что вы, конечно, считаете, что журналисты украинские так влиятельны, но, к сожалению, я думаю, что все-таки это не так. Давайте Кутину и Байден вернемся. Вы очень влиятельны. Даже возьмем уважаемого Дмитрия Гордона. Он то же самое мне сказал. Ну, что вы думаете, я такой влиятельный? Конечно, влиятельный. Его смотрят миллионы и миллионы людей. И на Западе, и все. Я уверен, что потому, что он говорил, что Байден – это хорошо для Украины и вообще хорошо для мира. А Трамп – это исчадие ада. Он, Киселев, многие из них. Каспаров – знаменитый шахматист. Из-за него сотни тысяч эмигрантов в Соединенных Штатах, украинских, российских, там, эмигрантов русскоязычных, советских. Мы проголосовали за Байдена. Конечно, вы имеете огромное влияние. А как же? Журналисты имеют огромнейшее влияние. Больше, наверное, чем политики. Политиков никто не слушает. А вот журналистов слушают. И вы можете приглашать к себе кого угодно. Можете меня пригласить, чтобы разбавить. Ну, мол, мы объективные. А потом 10 человек, которые против того, что… Мы объективные. Давайте поставим на этом точка. Нет, политика, я не к вам лично имею претензию. Я имею претензию к вашей профессии древнейшей. Так, Гарри, давайте все-таки подытожим. Ваш прогноз в ближайшие 4 года при Байдене. Что будет с Украиной в контексте отношений России и Украины? Это не ко мне. Это к Джангирову, к Соловьеву, которые всевидящие, они видят вперед. Я не могу предсказать… С военной точки зрения, просто как вы это ожидаете. Это тоже зависит от того, что будет происходить в России. Это зависит от того, как украинское общество будет реагировать на это. И, конечно, как Америка будет себя вести. И, конечно, какой интерес будет у Китая в Украине. Все это играет роль. Все это – это целый букет. Нету одного или другого. Но ситуация… Я согласен. Я согласен с вашим министром обороны. Ситуация опасная. Всегда, когда ты начинаешь то, что мы называем стучать саблями, ситуация опасная. Она накаливается. И накал идет. Пока что Соединенные Штаты никак не отреагировали на это. Кроме того, что… Опять же, как вы хотите это сделать? Трамп хлопал Путина по плечу. Говорил «хороший парень». И закрывал все консульства российские в Америке. Или опускал горючее до такой степени нефть, что Россия визжала от этого, потому что они банкротились. А Байден называет его убийцей. И в том же предложении говорит, давай договариваться о СНВ. Мы вошли обратно в этот договор. То, что Путину сохранило миллиарды долларов. И откуда ушел Трамп. Это факт. Это не эмоции. Это факт. И, конечно же, Путин делает. Он стягивает туда войска, к вашим границам. А Байден его приглашает с Китаем обсудить погоду. Да, климатический саммит. Климатический саммит. Как вы думаете, он будет реагировать к этому? Истории никто ничего не придумал. Я скажу вам, что это за сигнал. Когда евреев в Германии посадили на корабль Сент-Луис и сказали, валите отсюда. Они пришли к берегам Америки. А Рузвельт их не пустил. Сказал, нет. Они нам не нужны. Тогда они пошли на Кубу. Рузвельт сказал Батисте не принимать этих евреев. Они не нужны. Нам не нужны проблемы с Германией. Тогда корабль развернулся. И всех этих тысячу евреев отправили обратно в Германию. Их всех убили там. Потому что Гитлер сказал, ну если они уже и Рузвельту не нужны, тогда я могу с ними делать все, что угодно. Рузвельт дал зеленый свет. Поэтому, когда говорят, что президент Америки там не играет такую уж большую роль, играет. То же самое происходит с вами. Вас сажают на этот корабль и отправляют обратно в Россию. Не нужны. И если вы это не видите, если ваши журналисты это не видят, и политики не видят, ну я уже просто устал, как дятел долбить одно и то же. И все равно все сидят и... Я, допустим, Андрея Иларионова уже давно не видел у вас. Ни на каких передачах. Андрей Тележенко еще приглашает иногда на наши. Мы Андрея Иларионова достаточно часто приглашаем, но не всегда есть возможность у него дать интервью. Я думаю, что мы будем ссылаться на то, что Гарри Табах предлагает. В конце концов и мне закроют рот. Я тоже не всемогущий. Нам всем в конце концов закроют рот. Нас единицы. А вас, которые против нас, как говорят, вас тысячи. Гарри, смотрите. Если президенту Трампу закрыли рот, то когда же нам... Да, мы ему закрыли твиттер. Мы ему закрыли твиттер, его отключили от новостей, когда он говорил. Потому что журналисты вдруг решили, что они могут решать, что правда, что неправда. Что они хотят показать, что не поверят. Хотя никто вас на эту роль не избирал. Но вот так вот начинают закрывать. Почему? Потому что вы полезные идиоты? Или потому что вы работаете на кого-то другого? Или может быть Сорос вам гранты дал? Я не знаю. Но я не верю, что такие люди, как Каспаров. Я не верю, что такие люди, как Дмитрий Гордон. Я не верю, что такие, как Киселев, Евгений. Что они идиоты. Что они дураки. Они не дураки. Они очень умные и влиятельные люди. Даже Муджабаев, даже Джангиров. Даже все остальные. Но смотрите. Вы сейчас украинцев делите на республиканцев и демократов. Хотя я думаю, что большинство просто смотрит на то, что там происходит. И это делать какие-то свои выводы, не являясь сторонниками одной или другой партии. Но американцы... Я не о партии. Я говорю о президенте, о главе у Соединенных Штатов Америки. Не о партии. Почему такое большое количество людей тогда в Соединенных Штатах не поддержало Трампа? Даже если вы считаете, что там было не все честно. И у него украли победу. Но мы же понимаем, что у него не было 73% голосов, как на последних выборах в Украине. Правильно? Почему? Почему что не понравилось? У нас никогда нету исторических... Ему не понравилось. Потому что... Вот вы же тоже самое говорите. Вот в России были честные выборы. Я могу сказать, что да, честные выборы. Люди пошли и проголосовали за Путина. И все время голосуют за Путина. Но они нечестны и в чем? Потому что в России по всем каналам говорят, что только один кандидат, что только один человек может спасти Россию. Все остальные это агенты Госдепа, это украинские фашисты, это израильские вредители. Только один может спасти Россию. И люди идут и голосуют. Ну, это нормальные, обыкновенные люди. Они не могут вчитываться во все. Они увидели это. И когда все каналы долдонят одно и то же, и все журналисты долдонят одно и то же, и ты чайник включаешь, и из чайника идет, и из утюга идет, что вот Путин, он молодец. Но то же самое и произошло у нас. И у вас. Это совсем разные ситуации. Мы понимаем, что средства массовой информации в России, они все подконтрольны Кремлю. А у нас почему тогда так получилось? И есть разнарядка. А вот вопрос, почему так получилось в Соединенных Штатах Америки? Почему? Потому что все СМИ вдруг стали говорить, что Трамп из чаде ада, а вот Байден спаситель. Хотя показывают, что он коррупционер, что он уже 50 лет сидит в Конгрессе, что он уже умственно не может, у него нету этой силы. Это когда заговор или как? Наверное, я не знаю. Кто инспирировал? Я не знаю. Поэтому я и еще 100 миллионов американцев не знают. И что мы хотим? Что для этого нужно сделать? Чтобы 100 миллионов американцев, как ты хочешь управлять страной, если 100 миллионов американцев считают, что выборы были нечестные и украдены. Потому что исторически такого не было, чтобы президент, который сидит в офисе, набрал больше голосов, чем в первый раз, проиграл. Не было такого исторически. И здесь он набирает на 20 миллионов больше Трампа голосов и проигрывает. Никогда такого не было, чтобы все, которые пошли проголосовать, проголосовали за Трампа в основном, а все, которые голосовали по почте, проголосовали за Байдена. Ну, не было такого прецедента никогда. И чтобы Обама, один из самых популярных президентов, Клинтон, один из самых популярных президентов, набрали меньше голосов, чем Байден набрал. Ну как это может быть? Байден, который сидит в бейсмете, 10 человек не может набрать ни на инаугурацию, ни на слет, когда Трамп собирает миллионы, сотни тысяч человек. Поэтому что нужно сделать? Вот вы мне задаете, как такое может быть? Не знаю. Я не знаю. Я не всевидящий. Я не могу. Но я бы хотел расследования. Я бы хотел независимого расследования. Точно такого же, как было 4 расследования за 3 года против Трампа. Когда его расследовали, была ли у него связь с Путиным, играл ли роль, завербован он Путином. Нет. Все расследования шли 3 года, не давали ему работать. Но все они решили, что нет, этого не было. Если будет такое же расследование у нас, и мне скажут, да, было независимое расследование, республиканская партия провела эти расследования в комиссии, как с Трампом демократические дела. И они решили, что да, выборы прошли честно, подсчет прошел честно, голосование по почте прошло честно. Тогда я скажу, да, тогда Байден мой президент. А пока этого не будет, я не знаю. Пока что, как для меня и еще 100 миллионов американцев, выглядит, что это не так. И что они теперь тянут Байдена 2 года, а через 2 года его уберут, под него уже показывают его, что он уже называет Камалу Харрис президентом. Несколько раз ее назвал. Почему? Потому что у него уже старческий или маразм, или деменция. И он говорит то, что он слышит. Вот он услышал это на каком-то совещании, и он говорит, что она президент. Через 2 года она становится президентом, и потом она еще может избраться 2 раза. И как большевики остальные, у которых захватили почтамт, которые захватили телеграф, то есть СМИ, уже власть не отдадут. И она еще будет 10 лет президентом, а там уже Америки. Салям алейкум. Вы до этого сказали, что в принципе Байден, уже Украина неинтересна. Ждал, да? Украину. Почему? Вот почему Украина сейчас неинтересна? Огромная страна в центре Европы. В принципе за наш счет можно либо ослабить Российскую Федерацию, либо усилить, если, грубо говоря, мы бы перешли под контроль. Почему? Ну, такая геополитическая игра важная. Я не знаю. Опять же, у меня спрашиваете вопросы, на которые там можно миллион разных ответов дать. Я думаю, что это и нет там одной какой-то причины. Я думаю, что там целый букет причин. Например, почему он не звонит Зеленскому, да? Вот сколько еще можно так? Уже Камала Харрис обзвонила, черт знает кого уже, в Полуафрике обзвонил. А вот детищу своему, за которого он отвечал 8 лет, при нем началась здесь война, он не звонит. Может быть потому, что когда он позвонил вашему президенту в прошлый раз, его записали и показали, что он коррупционер. И что он говорит вашему президенту, там, этот Коломойский заноза у меня в жопе, значит, вмешивается во внутренние дела Украины и говорит, этого уволь, этого возьми. Может быть потому, что он не доверяет, что вас опять запишут его, когда он будет разговаривать с Зеленским. Может быть это, я не знаю. Может быть потому, что он понимает, что его сын здесь творил чудеса. И это опять возобновит какой-то. И такие придурки, как я, начнут говорить, подождите, ну сыном же можно? Вы же несколько раз начинали расследование по сыну, чего вы каждый раз останавливаете? Вы же боретесь с коррупцией здесь. У вас же враг, не Россия, а коррупция в первую очередь. Вот, я не знаю, там, наверное, букет целых вещей. Может быть он с Путиным договорился, потому что явно он говорит о Путине одно, а дело это совершенно другое. Точно так же, как Трамп говорил, да, Путин хороший мужик, но мочил его. И Путин сидел тихо. А этот говорит, да, он убийца, да я ему покажу, сейчас санкции из ада. Вы видели, где эти санкции из ада, которые вы все ждали так? И таким людям, как я, говорили, вот придет Байден и Свифт отключит ему. Что-то не отключает, он ему Свифт. Ну, говорят о том, что россияне уже разрабатывают альтернативную систему, если Свифт отключат. То есть, если им обещать еще несколько лет, то, в принципе, это на них может вообще не повлиять. Инга, когда россияне что-то разрабатывают, оно работать не будет. Царь-пушка, самая крупная пушка в мире, она никогда не стреляет. Царь-колокол, самый большой колокол в мире, никогда не колоковал. Поэтому, когда россияне что-то разрабатывают, они каждый раз что-то разрабатывают. То новую валюту, то еще что-то, то космические корабли, оно не работает. Если они это не могут скоммуниздить где-то, оно не заработает, оно не полетит. Поэтому, может они разрабатывают, может быть не разрабатывают, но Свифт у них работает очень хорошо. Что делать в Украине, как вы думаете сейчас? Бороться, бороться, задавать вопросы, люди у вас буйные, люди у вас не рабский менталитет, выходить на улицы. И задавать вопросы своим журналистам, которые говорят, что, почему вы нам говорите неправду, кто вам платит, узнавать, менять власть постоянно. Потому что это хорошо, вас власть должна знать, что вы такие люди, что если им не нравится, вы в следующий раз проголосуйте против них. Ведь проголосовав за Зеленского, это тоже же был Майдан, только цивилизованный Майдан. 73% народу пойти проголосовать за одного кандидата, это Майдан, это переворот. Поэтому, я думаю, что ваша власть понимает или должна понимать, что вы сделаете это еще раз. Или честным путем, как вот выборами. А если это не сработает, то вы вывалите на улицу и устроите настоящий Майдан. У вас же это все время постоянно идет. Поэтому, я считаю, что так и надо держать, что здесь народ должен сопротивляться. Он не должен падать в апатию, не должен, чтобы боевой дух у них не пропадал. Тяжелые времена, тяжелые и опасные времена для Украины. Я согласен с этим. Но это не значит, что украинский народ им поддых дали, вышибли дух из них. Я этого не вижу. Я вижу наоборот, что ваш народ, нормальные люди, опять же, не эта элита. Не эти журналюги, а вот люди, которыми я езжу в метро, таксисты, которые меня возят. Они мне говорят совершенно другие вещи. Они мне говорят совершенно другое, что я слышу у вас в СМИ или от политиков. Мы поговорили про Соединенные Штаты и Россию. Теперь давайте поговорим про наших европейских партнеров. На этой неделе была видеоконференция между Меркель, Макроном и Путиным. В принципе, это получился нормандский формат минус один, как многие написали. Но мы понимаем, что не только Украину обсуждали. Были и другие темы, и Сирия, и ковид, и Навальный. Но для нас главный пункт, что Украину обсуждали без Украины. Как вы думаете, почему так произошло? Потому что это такие политики. Я даже не могу их назвать проститутками, потому что проститутки намного честнее. Это такие люди, которых, опять же, вы прославляете. Вот говорите, вот они, да, они либеральные, они за людей. А не могу, опять же, не вернуться к факту. Помните, когда Трамп пригласил Путина на саммит, на Большую Семерку? И все тут сказали, вот он ходит, он его приглашает на Большую Семерку. Но никто не вник, они только заглавие прочитали, и все вот СМИ здесь начали разговаривать. Никто не вник, почему он его приглашает. А он его пригласил, потому что он сказал, и Меркель, и Макрон, и вся остальная Европа с ним все равно договариваются за кулисами. Я единственный, который его не приглашает, и который с ним не разговаривает. Поэтому на следующем саммите, давайте, чтобы он приехал, и я вам всем в глаза скажу, то, что вы мне говорите, то, что вы ему говорите, две разные вещи. И тогда Меркель сразу же отказалась. О, молодец, вот Меркель молодец, она отказалась встречаться с Путиным. А что же она сейчас не отказалась? А тогда отказалась. Потому что тогда ее Трампы тоже бы по фейсам аптейбл, как он сделал с НАТО, когда он их всех собрал, сказал, мы не будем за все за это платить, и мы не будем кровь проливать за вас, вы давайте тоже. Тогда сказали, он злит наших союзников натовских. Да, но они стали платить, их самолеты стали летать, их танки стали ездить. И бюджет НАТО наполнился. Но он разозлил наших союзников. Да мне пофиг, у кого он злит, главное делать делайте. Командир тоже злит. Его командира роль не нравится всем. Не быть популярным журналистом или кинозвездой или еще кем-то. Лидер должен быть таким человеком, непопулярным. А теперь они собрались на саммит. Нет Трампа, который бы им сказал, ага, вот вы чем занимаетесь, пока меня нет. Байден ничего про это не говорит. Давайте договаривайтесь, конечно, принимайте его, Путина, убийцу. Убийцу Путина, давайте с ним договаривайтесь. Если бы вы думали, что я убийца, вы всегда велись со мной так? Это чушь. И теперь они, конечно, чувствуют себя свободным, что их никто не будет унижать, никто на них не будет пальцем тыкать. Трампа нет. А Байден, он хороший человек, он популярный. Он с нами дружит со всеми. И вот в Украине его любят. Понимаете, я не говорю, что украинцы какие-то там отдельные или специальные люди. Но все люди примерно одинаковые. И все люди примерно любят ушами. Ну, продолжайте любить ушами. Как вы думаете, перспективы при Байдене или при демократах, как правильно говорить, формат нормандский, он может измениться в сторону того, чтобы Соединенные Штаты Америки официально в него вступили? Я не исключаю, что это может быть, что Америка может вступить в это. Но пока что и звонка нет. Поэтому это такая отдаленная мечта. Нужно ли это Украине или нет, я тоже не знаю. Потому что я не совсем понимаю, как эти нормандские договоры вообще могут в реале работать. Не на бумаге, не в передаче, а вот в реале. Там, между солдатами, между войсками, между людьми, которые там живут. Поэтому как это может сработать, я не знаю. Я присутствовал при таких же собраниях, ну, на маленьком уровне, в Менгрелии, в Абхазии. Не украинская фамилия. А, украинская? А какая у вас фамилия? Значит, я не слышал ее правильно. Мезерия. Мезерия? А, я думал Мезерия и я. Нет, это украинская фамилия. А у Менгрелов и я, конечно, знаю. И у нас там было договоры между Россией, ООН, я был со стороны ООН, Грузиной и Абхазией. И Абхазская сторона. Ну, с Абхазией, кстати, это были в основном Менгрелы. И разговоры были очень прекрасные. Все отлично работало. Ну, как только мы выходили с этого, садились на свои БТР и разъезжались в разные стороны, все. Оно переставало работать. Оно не работало. Потому что люди не хотели, чтобы это работало. И те, которые там живут, они не хотят этого. Поэтому можно или их только силой заставить это делать, или отказаться от этого и оставить это статус-кво. Так что я не знаю, к чему эти... Знаете, эти все, вот эти вот международные круглые столы, все это работает только на тех, кто в них участвует. Вот они будут бизнес-классом летать на эти, жить в пятизвездочных гостиницах, обсуждать это, писать доклады, бумаги, диссертации, выступать в программах разных. Обычно это трата денег кучу денег. Лучше протез солдат купить. Гарри, большое спасибо. Спасибо, что приглашаете. С нами был Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Смотрите нас в Ютьюбе, на Политека. Подписывайтесь на канал. Я НГМизери с вами прощаюсь.